Терапия странная, поскольку у нас наблюдается ограниченность эффективных лекарств. Как ни странно, большого количества лекарств очень маленький ответ. До недавнего времени до тела возило единственным вариантом взаимодействия на меланома. В то время как реакции на это было 5% у 20 пациентов меланома, эти лекарства только одному польза, а всем остальным 19 токсические эффекты. Потому что обычно эти лекарства вводятся в максимально доступных дозах. Однако лучших результатов нет. Это доступная, приемлемая стратегия лечения. Но что необходимо, необходимо разрабатывать определенные тесты, которые позволят отобрать правильное лекарство для конкретного пациента. Предъективные тесты в онкологии – это вещь совсем не новая. Вот этот вот обзор 1974 года, более 100 лет, аваректомии и адреноктомии эмпирически применялось в случае пациентов для лечения ракомолочной железы. Врачам было известно, что, соответственно, положительный отклик менее 50%. В конце 60-х было отмечено то, что если опухоль не выражает, соответственно, стратегийный рецептор, то вряд ли она отреагирует на аваректомии. Соответствующие предъективные тесты разработаны для того, чтобы чувствовать реакцию на это, в середине 70-х стали уже стандартным делом. В онкологии достаточно много тестов, которые основаны на непрерывных переменных. Иммунная гистохимия, например, белки в клетках антител. Конечно же, когда вы работаете с постоянными переменами, это достаточно сложная история, потому что субъективное осуждение о том, какова интенсивность, высокая или низкая, не так просто вычислять количество соответствующих клеток, и сложно определить соответствующую грань между негативными и позитивными результатами. Приведу пример. Приблизительно 2 из каждого из 3 пациентов рака молочной железы получает томоксифен. А какого основания вы предписали томоксифен или нет? Получается в том, что только 1% опухоли эстроген позитивные, и вот эта логика для того, чтобы томоксифен предписывать. Каким образом было определено? Это было определено в исследовании, которое не ответствует опухоли на лекарства, а на релапсацию после лечения нет. Другими словами, даже после этого исследования непонятно, почему опухоли не происходят релапсации, релапса, потому что лекарство хорошее или опухоль хорошее. Очень многие рекомендации онкологические основаны на таких относительно серых данных. Многие изменилось благодаря случайному открытию мутации в тирозинкиназах. Это было абсолютно случайное открытие, которое случилось в 2004 году. Ну и что тут произошло? В некоторой тирозинкиназе подвергается влияние мутации, у них меняется соответствующая конфирмация, и становятся они очень чувствительными к специфическим отдельным лекарствам. Вот это очень важно, это впервые в истории онкологии имеются тесты так называемые черные-белые. Если имеется мутация, это чуть ли не 100% от клика, если нет, то нет, тогда эти пациенты обычно не реагируют. Вот, посмотрите, вот это наше исследование, ингибитор и фактор роста в лёгких. В тот момент эпитени прописывался каждому пациенту с раком лёгких. Мы, зная, что это дорогое лекарство, мутация связана с откликом, мы отбирали пациентов на основе тестов мутации. Номер один, необходим гистологию. Оценить, у пациента должна быть определенная карсинома, да, относительно редкий тип рака лёгких. Во-вторых, необходимо определить мутацию, выявить мутацию до начала лечения. Обычно после химиотерапии каждому пациенту прописывается тогда польза 10%, то есть каждый десятый получал какую-то пользу от лекарства. А вот это отбор пациентов на основе мутации. Это означальный размер опухоли, вот это так называемый водопад. В этом случае мы видим снижение размера опухоли, вот это рост. Но мы так называем стабилизацией заболевания, потому что относительно среднее приемлемое 25 пациентов, 6% и того от всех случаев, от проявлений рака лёгких, другими словами, только в 6% будут соответствующие мутации, присутствуют. Но клиническая польза на чуть ли не 100%, каждый пациент получает пользу от этого лекарства. Вот здесь и достаточно финансовая эффективность подобного лекарства. Почему? Потому что обычно новые лекарства, они очень дорогие, интеллектуальные права. В данном случае минимальные затраты на дорогое лекарство приписываете его только тем пациентам, которые на самом деле почерпнут пользу от подобной терапии. Сейчас проводится ряд тестов клинической онкологии, которые постоянно используются перед выписанием лекарства. Они последние годы появились. Первый 2007-2008 был утвержден, и сейчас одобрен. И сейчас осталось не так много обязательных тестов в онкологической практике. Вдобавок к отбору пациентов на хорошее лекарство имеются, скажем так, тесты, которые предполагают исключение потенциально больных, не дающих отклик. Схема не включена. В чём идея? И GFR-антитела обычно предписываются для воздействия, для лечения пациентов рак, колоректального рака. Однако к РАС-протеинам сигнал о развитии каскада соответствующих рецепторов. Если у опухоли мутация в РАС, тогда нет смысла ингибирования рецептора, потому что молекула ниже по цепочке уже активизирована. Если вы его будете ингибировать, то смысла… Это ничего не произойдет, потому что уже соответствующий под путь активизированный около 10 лет назад был введён быстрый РАС-тестирование для исключения пациентов из лечения GFR. Мы проводили наше собственное исследование, и как мы размышляли. В настоящее время антитела обычно приписываются в качестве первой терапии вместе с химиотерапией. Если вы получаете эффект, и вы не знаете, что именно сработало – или химиотерамия, либо антитела, или комбинация и того и другого. Есть историческая статистика как антитела, как единственного агента, но в то время РАС-тестинг не был развинт, то есть не было отбора пациентам. И второе – антитела. Это просто лечение последнего… последняя надежда после химиотерапии. Это основа онкологии. В том случае, если вы применяете хорошую терапию сначала, то эффективность будет лучше. То есть, что мы считаем? Что если мы будем проводить нормальное тестирование, правильное тестирование резистивных мутаций, резистивных протеинов, если мы предложим таргетированную терапию в точности так, как мы делали в случае с кефетинипом, то мы получим лучшую эффективность терапии. Это очень первый важный момент. И второй очень важный момент. И пациенты, и врачи обычно боятся химиотерапии. И вы откладываете химиотерапию, и это лучше для пациента. Это обычное мнение. То есть, мы хотели получить хорошую эффективность. Первое – мы хотим отсрочить введение химиотерапии. Второе – это график, потому что это довольно сложная работа собрать всех пациентов. Идея заключалась в том, что если пациенты подходили нашему критерию без мутаций, то мы вводили РДТ-автитела, а если были мутации или были какие-то другие обстоятельства, то пациенты получали стандартную терапию флюоропираминотин, флюороратином. А результаты были обескураживающими. Что было удивительно в том, что результаты в этом, при очень хорошем подборе пациентам, результаты были, когда вот эти антицела были приписаны без подбора специального пациента, мы применяли пациента в тяжелом положении. И это объясняет, почему необходимо приснать изменение биологии опухоли. И я могу легко понять о том, что и РДТ-автитела работают лучше для уже леченных опухолей, а не нативных, наивных, не леченных. И поэтому этот механизм, посмотрите, в 6 из 19 пациентов у нас была ясная прогрессированная болезнь, которая тоже нетипична. Что мы сделали? Мы применили секвенирование к пациентам с прогрессирующими болезнями, и мы увидели факторы, которые более-менее известны. Ну, например, здесь уже сегодня мы говорим о применении ХРТ-применении. Это применимо для двух или трех карсином. И если вы приведете здесь, то первое, вы должны обеспечить ХРТ-специальную терапию. И, конечно, у вас не будет вот такой эффективности ИЖРФСИ-антител, потому что... И второе, это так называемая микросицилитостабильность. Это альтернатива колоректального рака. И теперь эти пациенты будут получать... Нам удалось идентифицировать некоторые примеры, почему результаты были не такие успешные. И когда мы говорим о мутациях, большое количество мутаций происходят или соответствовали пергетированию и для большого количества диагностических компаний, мы видели о том, что у нас есть ингибиторы. Совершенно неважно, где вы определяете эти мутации. И изначально эти мутации были найдены в меланомах, и препараты были прописаны для меланомы, но как насчет других опухолей. Иногда работает очень хорошо, потому что... Вот посмотрите, первые примеры саркомы с мутациями. И она лечится очень хорошо, реакция была очень хорошая. Почему? Потому что не эпителиальные опухоли обычно не имеют функционального ЭДФР-рецепторов. Но когда идёт об обыкновенном опухолям эпитиальным, то эти ингибиторы являются неэффективными. Почему? Потому что эпитиальные раки имеют... Если вы применяете лекарства, то монотерапии. То есть компенсаторный механизм обратной связи, который активирует ЭДФР и... происходят каскадные процессы. То есть это неэффективно в гастроонкологии. Итак, ещё раз. Это был первый пациент с желчным пузырём. На котором не сработала ни одна стандартная терапия. И мы приложили... Применили комбинацию этих предыдущих двух методов. И здесь бирофенит. И это два препарата, которые доступны. И мы получили, что очень хороший результат. Это обычно... Очень необычный результат. Также очень хороший результат. В ответ на эту публикацию я получил письмо от американского врача. И он сказал, вы получили положительный результат. Но насколько долго это было? 12 месяцев я написал. Я написал ему письмо. И мне доктор, этот американец, написал, что да, спасибо большое. Для того, чтобы сработала страховка. Вот как работает сейчас это в наше время. То есть, даже электронное письмо может оправдать расходы. Вот теперь самая интересная часть презентации, касающаяся лечения на следственных онкологии. Это примерно где-то 5% смертности онкологии. Это много наследственных раков. Они происходят по специальным механизмам. И наиболее интересный механизм. Это связан с наследственным раком груди, раком яичников. Это синдром Анджелины Джоли. Вот посмотрите. Это мутации. Обычно в носительных мутациях наследуются от одного из родителей. Но оставшийся браколил остается активным. То есть, вот эти люди абсолютно нормальны. Потому что клетка сохраняет бракофункцию. Каким образом развивается рак? Благодаря соматическому угнетению, бракодефициту. И это очень сложная задача. Очень трудно лечить рак. Очень простыми препаратами. Это старый дешевый препарат, который специфически охотится за брак клетками. И отлично результаты показывает. Ян Дубинский позавчера уже говорил о польских данных, которые использовали этот препарат для наследственного рака груди. Поэтому это... Но здесь наши данные показывают у нас... Этот препарат очень эффективный является для лечения пациентов, рак которых был за бракомутациями. Следующий препарат, который в лабораторных условиях показал высокую эффективность по браконедостатку. И это... Этот препарат забытый, так называемый. И он был разработан в 80-х годах. Он применялся в онкологах пациентах. Но он давал непредсказуемые токсологические эффекты. И был слишком рискован его использовать. А сейчас это действительно есть большой риск. И теперь есть большое количество рисков, которые компенсируют эти отрицательные факторы. Вы видите, когда у пациента есть нетропиния, то вы... Видите опять возрождение гематологических оценок. И если бы мы знали о том, что этот препарат может быть использован, интересно посмотреть одобрение использования этого препарата. В 80-х годах у нас были во всех инструкциях написано, что он одобрен для лечения. Онкология. То есть мы использовали для пациентов наследственного рака яичников. И опять-таки, на начале были хорошие результаты. И 9 из 12 хорошо ответили на эту терапию положительную. Это очень хорошее достижение. А теперь очень интересная часть истории. Если вы рассмотрите рак яичников, то примерно 1 из 6 раков яичников, 15%, развивается из-за вот этой мутации наследственной. И изначально мы хотели показать очень простую вещь. Все пациенты получали терапию плотиниума. Мы ожидали, что наследственные онкологи, пациенты с ним отвечают лучше на терапию, чем произвольные спорадические случаи из-за брака дефицита. И это на самом деле выглядит, потому что посмотрите, где-то изначальный размер опухоли. Если вы рассматриваете пациентов с наследственным раком, то они действительно показывают очень большие положительные результаты, чем случайные пациенты. Давайте теперь посмотрим ход течения болезни в пациентах с наследственной формой рака. Эти женщины обычно приходят, когда у них уже продвинутая стадия, то есть хирургия уже бесполезна, они получают ликористую платью, потому что наследственный рак имеет очень выраженную ответную реакцию на эту. Приятная операция, обычно операция после двух мест полечения, это так называемая интервальная хирургия, то есть идея заключается в том, чтобы удалить всю видимую часть опухоли. Обычно это называется удаление всей видимой массы опухоли. И потом то же самое, такая, казалось бы, эффективная терапия применяется еще раз для того, чтобы уничтожить отстаточные онкологические клетки. В теории это должно быть очень хорошо, потому что у вас есть многократное сожимание сокращения опухоли, хирургически выбирать остаточную раковую массу, а потом почищать эти остатки. По идее, должно быть хорошо. Но это не так. Все эти женщины через год получают возвращение рака после прекращения терапии. Мы задали вопрос, почему, по какой причине. И вот ответ. Посмотрите сюда. Это начальное, до лечения опухоль. И да, действительно, там была мишень, там был бракодефицит. И, конечно, она ответила на, среагировала на лечение полотенцов. А это после, через два месяца терапии. И это остаточная опухоль. Вот что вы видите, это опухоль, это вы видите восстановление бракофункции. Как это может быть так быстро? И мы смогли идентифицировать флюорсцентными методами, другими средствами. Вы видите на следующем слайде то, что деактивация оставшейся бракали, это не первое событие в патогенезе рака. Опухоль имеет очень упрямые такие клетки, которые сохранят за собой бракофункции. Это экосистема, где есть два типа клеток. Технически это очень довольно сложно доказать, что это... Потому что в основном эти клетки выглядят как нормальные клетки, и что мы можем сделать? Мы можем P53 анализ для того, чтобы показать, что это реальные раковые клетки, потому что они содержат мутацию P53, может визуализировать эти клетки флюорсцентными методами. И это достаточно сложно для того, чтобы показать, что это не просто артефакт, какой технический. А восстановление бракофункции были показаны порядка 10 лет назад. Это известный факт. Потому что что нормально обычно происходит? У вас есть мутацию, и через несколько лет терапии большое количество пациентов получали вторую мутацию в этой области. А обычно это было восстановление. Потому что когда у вас есть одна смещенная мутация, а потом кондиционная мутация около неё, то в конечном итоге вы можете более-менее восстановить функцию протеинов. И иногда это просто платная мутация. Но это не тот механизм, это не вторая мутация. Вторая мутация не может появиться в течение нескольких недель. Это уже существующие браковые профишинсы, которые, как мы показываем это, вот, например, посмотрите, это первичная мутация. Что мы делаем? Мы берём соседний полиморфизм, и мы видим о том, что соответствующий полиморфизм также сохраняет свою гетеросиготность. И эти процессы не могут случиться одновременно. Это отбор клеток. Почему это? Предыдущие открытия, все исследования были сделаны бракотту носителями, и врачи всегда спрашивали, как это одна и та же болезнь с одним и тем же синдромом. Они похожи друг на друга своими функциями? Ну, мы хотим сказать, что это различные механизмы. Это первая мутация, вторая мутация, которая занимает несколько, два года. Следующее. Я вам сказал, что, несмотря на эффективную терапию, все эти пациенты в конечном итоге к нам вернулись. Это вот первоначальная опухоль с остаточными раковыми клетками. Это после терапии платином. она восстановила свою бракофункцию. Это специальный набор клеток, который потерял бракофункцию. Здесь то, что мы называли терапевтические каникулы. То есть, там был определенный интервал, когда пациент не получал лечение. И когда мы видим возвращение рака, то он похож на изначальную опухоль. Это экосистема. В отсутствии лечения брако-дефицитные клетки имеют преимущество, но брако-дефицитные клетки по какой-то причине продолжают развиваться. Конечно, когда вы применяете такую платином терапию, то вы получаете опять эти клетки. Когда прекращается терапия, то это равновесие возвращается в изначальное состояние. И получается, соответственно, диспропорция клеток, и особенно тех клеток, которые оказались в сопротивлении лечению. То есть, это сказано во всех учебниках о том, что остатки браколина являются ключевое событие в патогенезе наследственного рака. Это ключевое событие, но это не первое событие. Брако-дефицит – это несопоставимо с жизнеспособностью клетки. Обычно клетки идут в апоптозис. Для того, чтобы предотвратить апоптозис, клетка должна прежде всего начать мутацию P53. Она уже сопротивляется с апоптозой, только после этого клетка может развиться брако-дефицит и полноразмерную опухоль. То есть, нам необходимо понять о том, что когда мы лечим эти опухоли, мы бы хотели применить препарат с ориентированным на спецификой лечения. Но там есть группа клеток, которые не являются брако-дефицитными, и там нет способа, каким образом вылечить эту, невозможно вылечить эту опухоли этим подходом. Каким же образом мы работаем с гетерогенным в начале группы этой клетки? Один из классических подходов – это интенсифицировать терапию. И мы возвращаемся к нашим данным. И что бы мы хотели, мы… Это работает очень хорошо. И мы знаем о том, что они брако-дефицитные, но они работают достаточно хорошо. Что-то, очевидно, ещё влияет на это действие. И у нас имел два хороших препарата для наследственного рака. И идея была очень простая для обыкновенных, для врачей. Если вы хотите, если у вас два лекарства, попробуйте их вместе использовать. И это мы использовали комбинацию вот этих двух препаратов для наследственного рака ясниках. И это последствия 62 пациента. И у нас эффективность была 52%. При комбинации 12%. Вы не можете собрать много, конечно, пациентов. Но вот здесь 100% положительного ответа. Но я бы хотел сказать, что это вторичная важность. Что по-настоящему важно в лечении рака яичников, это так называемый патологический положительный ответ. Невозможно достичь, применяя эту температуру для рака яичников. Теперь мы знаем почему. Потому что у нас есть уже группа потенциально резистивных клеток, и вы никогда вам не удастся уничтожить все эти клетки системной терапии. И вот почему патологи всегда рассматривают остаточные опухолевые клетки при хирургическом удалении. Это причина для того, что происходит возвращение этих пациентов. В исторической серии пациентов, 62 пациента, было 0 патологического ответа. Когда же смотрим на проспективное исследование, 2 из 12 пациентов вывели 2 полных патологических ответов. Надеемся, что эти 2 пациента полностью исцелены вдобавок к опухолевому клетку. В исследовании опухоли, естественно, имеются технические требования к исследованию. В случае многих типов опухоли сложно получить гистологические образцы клеток. Это инвазивное проникновение в ткани опухоли. Немного проще иногда небольшую пункцию и просто несколько раковых клеток цитологию взять. Вопрос, хорошо ли цитологию для морфологической инвалидации получить. Но можно ли те же самые клетки использовать для молекулярного анализа? Это интересное исследование будет. Почему? Потому что, когда мы получаем историческую серию пациентов с аденкарциномой легких, у нас получается собрать пары исторические. И пары эти пациенты изначально обладали цитологией для того, чтобы сформировать этот диагноз. Потом была хирургия, достаточно туморгенеза и, соответственно, какие-то слайды без каких-то. Можно ли их сохранить для молекулярного анализа? Если ДНК хорошо сохраняется, да, ДНК-тесты можно проводить. Для нас было удивительно то, что даже и РНК хорошо сохраняется. В цитологических образцах великолепные результаты с таким материалом. Это очень важно, потому что многие пациенты не способны выдержать истинную биопсию. могут выдержать только небольшую пункцию. Далее, когда осознаем, что данные образцы можно теперь проводить, использовать для анализа РНК... Секундочку, пожалуйста. Появляются новые варианты. Например, очень часто введение лекарств основывается на выявлении транслокации. Проблема с этими транслокациями заключается в том, что точка перехода, перелома может в разных местах находиться, например, флоресцентность, кстенд... Все вот это достаточно дорогое и сложные осы, которые использовать сложно. Мы знали, что в транслокированных киназах точка перелома может менять свое положение. Один из стандартных подходов к выбору общих типов транслокации называется вариантами. Делается 20 аллель специфических ПЦР-тестов для определения транслокации. Это неэффективно, потому что таким образом вы пропускаете истинную транслокацию. Клинически очень важно получить всех пациентов с транслокацией. Таким образом, что мы делаем? Как киназа активизируется? Вот это нормальный алл киназа. Обычный ген, когда происходит транслокация, регуляция меняется, и выражение проявлений киназного домена вместе с ее ложным партнером увеличивается. Это активация проявления РНК, испытавшего транслокацию. Когда вы сравниваете между киназным доменом и леточным доменом, то есть, если один к одному соотношение, тогда транслокации нет. Если соотношение меняется в пользу киназной, тогда это, в этот случае, фиш при присутствии транслокации, только присутствующий презент транслокации может. Вот это текущее исследование, которое валидирует данный метод. Подход хорош, потому что, в большом счете, такие РНК-ассеи, которые проводятся и на образцах, на реплицирует данные асы и афиши. Хорошо, что это дешевый, недорогой. Хороший, соответственно, практичный тест для использования на практике, вдобавок к простым сингл тестам. Это простые тесты, которые больше даже легко доступны, но, естественно, имеются и определенные сложные тесты, комплексные и популярные направлениям клинических исследований. В какой-то мере клинической деятельности заключается использование теста мультигенэкспрессии. Гены в омиксных исследованиях, потом вычисляя эти соотношения между разными генами, проявление подобных тестов частично связано с требованиями по интеллектуальной собственности, потому что обычно вы не способны защитить тест на отдельный ген, отдельного гена. Но когда вы измеряете выявление нескольких генов, потом используете какие-то компьютерные вычисления, тогда вот это уже по требованиям интеллектуальной собственности можно защитить. Соответственно, энное количество тестов, много клеточных используется в клинике. Основное преимущество заключается в том, что они вообще-то каунтеринтуитивные. Когда рассматриваете логику для мультиген-секвенирования, ИЖФР-мутации, например, распространённые в раках лёгких, мы их, рак лёгких, их анализировали, но в случае рака молочной железы не происходит. Идея заключается теперь в сети, все гены, в остаточную корзинку, засунуть один. Он так или иначе найдёт ИЖФР-мутации в раке молочной железы, тогда вы ингибитор можете соответствующе использовать. Вот нет такого взаимодействия ген-ген. Ген-генного взаимодействия биологические тесты сенситивной чувствительностью. Достаточно сложно выявить первичный опухоль, как основанная культура. Это клетки, которые являются нерепрезентативными всей опухолевой массой. Даже если какие-то результаты получаете в чувствительности лекарств, совсем не обязательно. Это соответствует тому, как опухоль будет реагировать. В то же самом случае ксенографтов опухоль переносит иммунодефицитную мышь, и эта мышь будет демонстрировать определённые паттерны чувствительности к лекарствам. Многие скептики говорят, что эти мыши были иммунокомпрометированы. И это на самом деле так, потому что определённые механизмы имеются. Результатами является то, что результаты соответствующих ксенографтов, они всегда хорошо связаны с результатами, которые получаются в пациентах. И ещё большие, скажем, другие подходы, попытки интратумральной инъекции определённых лекарств для того, чтобы наблюдать гистологический отклик. Вводите 10 лекарств, а потом выбираете тот, который вызвал наибольший гистологический эффект для его дальнейшего использования. А вот здесь вот выводы, потому что имеются определённые тесты, оптимизирующие лекарственную терапию. Многие из них легкодоступны. Тем не менее, к сожалению, нет теста на цитотоксические лекарства. И, к сожалению, мало каких пациентов получают выгоду от этих достижений, потому что соответствующие мутации очень редкие и имеют место только в избранных видах опухоли. И большое спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!